В Польше определены лауреаты премии имени князя Константина Острожского. В нынешнем году, в мае, их получат два православных архиерея из Греции и Белоруссии. Межпарламентская ассамблея православия, деятель национального и духовного возрождения белорусов, подлящая Дорофей Фионик, в числе лауреатов и сестры монастыря Святой Феклы, сирийского города Маолюля, находящиеся в плену. Подробностью корреспондента Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Попечительский совет журнала «Православное обозрение» в Польше каждый год собирается в январе для определения лауреатов премии имени князя Константина Острожского. За выдающиеся заслуги и вклад в развитие мысли, культуры и духовности православных верующих, а также за деятельность, направленную на единение христиан, почетными наградами от польской православной общественности будут удостоены как организации, сообщества, так и отдельные персоны. Так, среди лауреатов нынешнего года Межпарламентская ассамблея православия, международная организация, отпраздновавшая 20-летие, объединяет православных парламентариев из 26 стран мира. Мы хотим выразить свое признание и благодарность тем людям, которые в условиях возрождения своей государственности и в ситуации, когда церковь православная, я имею в виду бывшие страны Советского Союза, но также и на Балканах, с позиции политика, с позиции депутатов, служат возрождению православия в своих странах, а также поднимают инициативы в защиту христиан, прежде всего православных, во всем мире. В особой защите нуждается в последние годы христианин на Ближнем Востоке. Монахи неправославного монастыря Святой Феклы и сирийского городка Маалюля вряд ли смогут приехать в Польшу за премией имени князя Константина Острожского. Сестры обители во главе Сигумени и Пелагии и Саяф находятся в плену у радикальных исламистов. Тем не менее, журнал «Православное обозрение» и фонд имени князя Константина Острожского решил выразить солидарность со всеми, кого преследуют только за то, что они христиане. Мы знаем о ужасах, которые там имеют место, о страданиях, о избиении, о геносиде христиан вообще, не только православных. Сестры, они находятся сейчас в плену. Я думаю, что через такой малый акт нашей награды мы можем как-то поспособствовать их освобождению. И может общественность, может не только в Польше, обратить внимание на то страшное преследование и возбудить просто какое-то чувство солидарности среди христиан, в том числе и среди польских католиков. Среди лауреатов премии имени князя Константина Острожского и деятеля белорусского национального и духовного возрождения в Польше Дорофей Фионик, основатель музея Малой Родины в студии Водах Близбельска-Подляскова. Музей издает книги, популяризирует забытые обряды и песнопения. Охрана культурных ценностей в деятельности Дорофея Фионика гармонически сочетается с вовлечением в жизнь церкви. В числе лауреатов премии журнала «Православное обозрение» и два архиерея. Митрополит Мисогийский и Лавриотекийский Николай будет награжден как ученый и православный публицист. Награду также вручат и одному из архиереев белорусского экзорхата, архиепископу Витебскому и Оршанскому Дмитрию. Церемония награждения премиями имени князя Константина Острожского состоится 11 мая на открытии фестиваля «Гайновские дни музыки церковной». Более подробно о лауреатах премии в следующих информационных материалах Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» из Польши. «Союз» из Польши.